Футбольный клуб «Тверь» одержал первую победу в рамках профессиональной футбольной лиги. Подопечные Вадима Гаранина обыграли одноименную команду из «Читы» со счетом 4-2. Тверские болельщики смогли стать свидетелями первого хет-трика в истории тверского коллектива. Все подробности встречи в материале нашего корреспондента. Спектаклем, который устроили «Тверь» и «Чита» на стадионе «Юность» вечером в среду 12 августа тверские поклонники футбола точно должны были остаться довольны. На двоих команды забили аж шесть мячей, причем большая их часть на счету коллектива Вадима Гаранина. Впрочем, поначалу дела у тверской команды шли не очень хорошо. Счет во встрече открыли гости. На 33-й минуте после прострела с левого фланга мяч забил Максим Галеев. Однако статус-кво хозяева восстановили еще до перерыва. Счет сравнял полузащитник Твери Ярослав Ивакин. Бенефис 10-го номера тверичей продолжился и во втором тайме. Ярослав отличился еще дважды, один раз в пенальти, оформив тем самым первый хитрик как в своей карьере, так и в истории клуба. На 87-й минуте гости один гол отыграли, однако финальную точку в матче поставила «Тверь». В добавленное время также с пенальти отличился Игорь Турсунов 4-2. Комментируя итоги встречи, главный тренер тверской команды Вадим Гаранин в первую очередь поздравил тверских болельщиков с победой, однако посетовал на то, что преимущество, которое было на стороне его игроков на протяжении полутора таймов, растворилось к концу поединка. В последние 15 минут мы превратились в такая достаточно посредственную команду. Безусловно, для нас это большая проблема, и мы об этом сейчас ребятам сказали. Безусловно, хорошая игра и моменты. И, опять-таки, наверное, мы за исключением 15 минут последних, мы довольны. Таким образом, тверской коллектив положил в свою копилку три очка. С учетом ничьи с «Зенитом» из Иркутска в первом туре, Тверь имеет в своем активе четыре балла и занимает в турнирной таблице зоны «Запад» промежуточное второе место. Следующий матч в рамках ПФЛ команда сыграет 23 августа. В столицу Верхней Волжья пожалует Смоленск.